Слава Богу, что мы можем открыть Священное Писание и посмотреть на мир глазами Божьих пророков. Вы знаете, мы очень ограниченные люди, но не Бог. Мы, но не Бог. И поэтому нам нужно чаще просить Божия, дай мне видеть и понимать жизнь, как ты видишь и понимаешь. Мы зачастую движимы своими мыслями, и иногда Божьи мысли нас даже как-то, ну как это сказать, мы говорим осторожно так, Боже, мы Тебя, конечно, уважаем и любим, но я же сам могу, я же сам разобраться, увидеть. А нам не все хватает, не все мы видим, и ума своего не хватает. И поэтому, кто признает, чем быстрее признаем в жизни свою глупость, несостоятельность, слепоту, тем лучше. Помните, как Клайдикий говорится, ты слеп, нищ, жалок, но говоришь о себе, что ты кто? Богат, ни в чем не имеешь нужды, что все хорошо. Как эта болезнь называется, когда человек слеп, нищ, наг, жалок, а говорит, что он богат, разбогател, что у него все хорошо? Шизофрения. Да, по церковному лицемерие, но по народному, по простому шизофрения. Вот у нас духовная шизофрения. Но хочу вам предложить лекарство от этой шизофрении духовной. Видеть мир Божьими глазами. Молиться, Боже, открой мои глаза. История, которую мы прочитаем, 4 книга царств, 6 глава. 4 книга царств, 6 глава. С 8 текста царь сирийский пошел войною на Израиля и советовался со слугами своими, говоря, в таком-то и таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, берегись проходить всем местом, ибо там сирияне залегли. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. Поняли ситуацию? Царь сирийский, он более сильный, чем израильский. И он думает, убью я царя израильского. И послал войска, сделал засаду. Пророк Божий пожалел о царе. Бог пожалел о царе. И пророку дает видение, там сирияне. И пророк говорит, берегись туда идти, тебя там убьют. Вы представляете, что пророк Божий просто берег жизнь этого человека. Он был беззаконный царь. И когда царь израильский услышал, что ему говорит пророк, что он делал? Не слушал. Что он делал, здесь написано? Посылал проверить, а правду ли ты сказал? Вы видите, как царь израильский, он думает, подожди, а откуда ты знаешь? Ты там себе сидишь, пророк. Откуда ты знаешь, что там сирияне? А ну давай я проверю тебя. Послал, проверил точно. И там написано, не раз и не два. Так сказано, что он сберег себя там не раз или не два. То есть получается, если не раз и не два, то сколько? То хотя бы три. Получается, может быть и пять. Царь сирийский раз засаду делает, посылает солдат. Два, три. А все известно, и царь не идет туда. И встревожилось, читаем дальше, одиннадцатый текст, сердце царя сирийского по сему случаю. И призвал он рабов своих и сказал им, скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским? И сказал один из слух его, никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. Вы представляете, что знают сирияне о Израиле? Что есть у них Бог и есть пророк. Вы знаете, многие люди сегодня нападают на Божьего пророка, которого Бог дал церкви адвентистов седьмого дня. Многие нападают и говорят, никакой не пророк Елена Вайт, она просто сестра. Ну, да, бывает, Бог ей что-то показывал, но она много писала от себя. И люди в своей слепоте отвергают Божьего пророка. Отвергают в своей слепоте. А другие, которые, ну вот, в медицине что-то исследуют или еще что-то, они говорят, как ваш пророк в 1800-х годах говорила о медицине, о реформе здоровья, то, что через сто лет только профессора откроют. Как? А мы говорим, ну это Бог. Они говорят, какие вы счастливые, что у вас есть такой пророк. Вы видите? Многие из нас будут пренебрегать, не будут ценить, а другие скажут, вот это вы богатые люди, вот это вы счастливые люди. Вы видите, что у нас шизофрения? И вот царь пророка не слушает, пророка проверяет, Бога не слушает. А сирийский царь думает, вот это у них пророк, вот это Бог. И один из слух его говорит, они вообще все знают. Ты там в спальной комнате что-то шепчешь, а они все знают. Тогда царь говорит, 13-й текст, пойдите, узнайте, где он, этот пророк, и я пошлю и возьму его. То есть царь думает, зачем с царем воевать? Я сейчас с пророком должен разобраться. И донесли ему и сказали, вот он в Дафаиме. То есть пророк, то есть видите, сколько лазутчиков, сколько шпионов. И послал туда коней, и колесницы, и много войска. Если царя он хотел поймать, засаду посылал, там, ну, воинов, но не так много, то на пророка послал кого? Армию целую. И пришли ночью и окружили город. Вы представляете, чтобы город окружить, какая армия должна быть? Да это масштабная война. Поутру служитель Человека Божия. А ну скажите, кто здесь кто? Как звали Человека Божия? О ком мы говорим? Елисей. А кто его слуга? Мы знаем, что был Гиезий. Вы правильно говорите? Но он был в пятой главе. А там же история с Нейманом. Вы помните, когда он купился на серебро, и к нему пристала проказа? И все. И Гиезий уже не может быть в обществе, и не может быть с пророком Елисеем. И, естественно, здесь какой-то другой. Мы не знаем, какой, кто, мы не знаем. Но, может быть, можно предположить, что эта история не хронологична. Может быть, можно, но все-таки я думаю, что после Неймана все-таки правильно описывается хронология Четвертого Царства, потому что это летопись вообще называется. Ну и в какой-то степени это не пророческая книга, где бывают перемешиваются события. Я думаю, что здесь оно более-менее правильно. Но, если не Гиезий, то какой-то слуга. Но он очень тоже слуга. Я скажу, как бы такой приближенный. Вот вы представляете, вот если бы мы были рядом с пророком, и он получает видение, или происходят чудеса, исцеляется. Вот прокаженный исцеляется. Вы помните, когда Иоанн Креститель посылал к Иисусу, ты ли тот, а Иисус не ответил, а показал, когда мертвые воскресали, слепые прозревали, прокаженные очищались. И он говорит, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Это так влияет, ну просто ты видишь Божью силу, и как будто ты на небе живешь. Вот так было рядом с пророком Елисеем. И этот слуга тоже приближенный, видит Божью силу. И вот этот слуга, Человека Божия, встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? Он, друг, они же пришли в город послужить, попроповедовать, наверное, помолиться. А тут война. Конец. Что нам делать? Скажите, а ожидал ли наш мир в прошлом году, в марте, что начнется война против всей земли вирусная? Ожидал ли наш народ? Коронавируса приход ожидал? Да мы его и не боялись. Смотрели, как в Китае борются. Помните? Смотрели мы, улыбались и думали, ну китайцы молодцы. Ну правда закрыли город. Мы еще удивлялись жестокости, да, такой как бы вот они строго-строго людей не пускать. Пшикают всем, борются, в общем. Город Ухань. Посмотрели, запомнили этот город. Но заметьте, друзья, пришел этот вирус на всю землю. Пришел, оказались. Мы в осаде, правда? Да, не так все просто, не так все просто. Мы переживаем, люди переживают. Вы знаете, когда слуга увидел проблему, он говорит, увы, ой-яй-яй, ай-яй-яй. Что нам делать? И что ему говорит пророк? Читаем 16 текст. И сказал он, не бойся. Вы видите первая мысль? Страх парализует. Страх это самый худший вирус. Когда страх поселяется в ваше сердце, вы без боя уже сдались. Не надо бояться. Первое, не надо бояться. Он сказал, не бойся. Но почему не надо бояться? Потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Он не в себе уверен, пророк. А уверен в ком? В Боге. Полина говорит. Он говорит, Бог рядом. Полечка, какая ты умничка. Обе Полечки молодцы. Вы знаете, он говорит, тех, которых с нами. Скажите, а вы знаете, что с нами Бог? У меня вот к вам вопрос. Вы знаете? Вот кто будет смотреть эту проповедь? Вы знаете, что с вами Бог? Некоторые говорят, ой-ой-ой, с нами вирусы, они везде. Да я знаю, что вирусы везде. Там город окружили. И возле нас эти вирусы летают. Ну что, нам не жить? Вы посмотрите на этот мир. Президенты, министры заболевают. Не могут сохраниться. Ну не могут. Он проникает везде. Мы предохраняемся. Мы пользуемся какими-то средствами. Мы укрепляем свой иммунитет. Вирус, он ничего не боится. Он идет, себе находит. Но, если смотреть на микробы и вирусы, был, вы знаете, один такой человек, который... Я чуть-чуть узнал его историю. Я боюсь отвлечься от проповеди. Я вам просто скажу как пример. Например, что был такой очень известный певец, который даже сменил цвет кожи своей. И говорят, что он жил почти в такой, как в барокамере, в таких изолированных условиях. Майкл Джексон. Если вы слышали. Он настолько всего боялся. Но кто знает, почему он умер? Это сложная ситуация. Но, оказывается, у него были какие-то слабости, какие-то грехи, которые, наверное, и привели с этим вирусом. Мы можем оградить, посадить себя в камеру, барокамеру. Но у нас есть что-то, что нам сдвижит. И вот от этого, может быть, мы можем умереть. То, что называется грех. Но возвращаемся не в изоляцию, а возвращаемся к пророку. И к тому, что слуга видит, а ему говорит пророк, да не бойся. Тех, которые с нами больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза. Чтобы он увидел, и открыл Господь глаза слуге. И он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Вот интересно. Вот интересно. Оказывается, вокруг нас люди говорят, ангелы-хранители. Друзья, я говорил тему об ангеле-хранителе. Кто может посмотреть на YouTube-канале, посмотрите. Есть тема ангел-хранитель, твой ангел-хранитель. Но я вам сегодня скажу, что когда против нас ополчается сатана с сильными легионами, Бог иногда посылает не ангела-хранителя, а огненные колесницы с воинственными сильными ангелами. И говорит, охранять. Потому что сатана выступил в ярости. Поэтому иногда возле нас армии Бога Божьей. И кони огненные. И колесницы огненные. Друзья, а кто видел вообще Божью огненную колесницу и коней огненных? Ты не видел, Саша. Я понимаю. В Библии, в Библии у меня вопрос к вам. Кто видел огненных коней и огненные колесницы? И конь рыжий. Конь рыжий. Нет, это я говорю именно огненный конь и огненная колесница. Что? Илия. Вот вы там. Полина, надо тебе подарок. Ты все выиграла у меня вопросы. Ну и Ольга Яковлевна. Я слушаю, Ольга Яковлевна. Молодец. Я вас слышу здесь. Илия вознесся, а Елисей это увидел. Вот кони огненные. Там так и написано. И колесница огненная. Вы знаете, если бы мне предложили сесть в огненную колесницу, запряженную огненными конями, я бы сто раз подумал. Я то не огненный, сяду в огонь и что со мной будет? И ничего не будет, ничего не останется. А Илья не побоялся. Но я вам скажу, и вот там написано, в вихре Господь захватил. Но он знал, что это будет. Но я вам скажу, с Богом надо готовиться к этой встрече. Это очень важная, чистая и святая встреча. Так вот, дорогие друзья, оказывается, когда-то Елисей уже видел коней огненных и колесницу огненную. Я вам скажу, когда Илья вознесся, перед вознесением Елисей и Илья беседовали. И там Илья сказал, я буду забран от тебя, попроси у меня, что ты хочешь. Попроси. И он говорит, духа, вот духа попрошу, который на тебе пусть будет на мне вдвойне. И тогда Илья говорит, ты очень трудного попросил, но если ты это увидишь, как я буду взят, тебе будет это. А если не увидишь, не будет. Если увидишь. И когда прилетели огненные колесницы и огненные кони. И вот теперь у меня к вам вопрос. Когда увидел Божий слуга, слуга Елисея, огненных коней и огненные колесницы. Когда? Когда Елисей об этом попросил, откроем Ему глаза. Когда Елисей попросил. А почему он не увидел их раньше? А может их не было? Когда Божий этот слуга пророческий увидел огненные колесницы и коней. Когда? Когда Бог открыл его глаза. Вы поняли? Они есть, а глаза не видят. Они есть. Они в нашем мире могут быть, а мы можем их не видеть. Они в церкви могут быть. И многие люди говорят, я боюсь в церковь пойти. Чего ты боишься? Вирус. А, ты видишь вирус. Я не против, друзья. И если кто скажет, что его здесь нет, я ему не поверю. Он везде может быть. Он в нас может быть. Но, что мы хотим увидеть? Хотя мы вирус не видим, но мы знаем, правда? Мы знаем, и мы поэтому серьезно к нему относимся. Сколько вокруг всего происходит. Но, скажите, а почему мы точно так же не говорим? Но я знаю опыты с Богом. Я знаю ангелов-хранителей защиту. Я вижу огненные колесницы и огненные кони. Ангелов Божьих. Почему мы не рассказываем опыты? Никто не спрашивает. Друзья, я опять сейчас скажу одну мысль. Когда Дух Божий почил на Елисея, многие люди говорят. Когда Елисей попросил Духа, на нем не было Духа. И он говорит, дай мне Дух, который на тебе вдвойне. И Илья ему говорит, но если ты увидишь, если ты увидишь, то будет. И вот многие люди начинают что-то делать, чтобы Дух пришел. Я вам скажу мысль, а вы дома подумайте. Если я не прав, я скажу другую проповедь. Но вы, пожалуйста, меня проверьте. Кто будет смотреть эту проповедь, напишите в комментарии, согласны ли вы с тем, что я сейчас скажу. Дух был на Елисея до того, как вознесся Илья. Дух был на Елисея давно уже. Во-первых, он оставил свои больших денег дела, свой дом, семью. Пошел за пророком, следовал за ним в духе смирения. Вы помните, написано, что он поливал воду на руки Ильи. Он был очень внимательный. И когда ему сказали сыны пророков, ты знаешь, что сегодня господина заберут? Он говорит, я знаю. Откуда он знал? Дух сказал. Когда они идут и молчат, и он говорит, а что ты хочешь? Он говорит, Духа хочу. Вот человек, который хочет Духа, человек, который видит нищету, человек, который скромен и прост, чтобы совершать самое простое служение, это человек в большом духе. В большом. И когда ему Илья говорит, если увидишь, то получишь, а я скажу, а увидеть без Духа невозможно, потому что вот эта история, которую мы следующую прочитали в 4 главе, вот сидит, стоит этот слуга, смотрит и не видит. Пока Елисей не помолился и сказал, Господи, ну открой ему глаза. Значит, Елисей видит. Значит, Дух на нем. Значит, когда возносился Илья, Дух был на нем. И когда он потом перешел реку Иордан, он сказал, Господи, где? Где Господь, Бог Ильи? И ударил по этой воде Иордан, а она расступилась. Помните? И сыны пророческие говорят, а почил Дух Ильи на него? Нет, он на нем был. Он на нем был. Да, Бог бывает больше наполняет. Вдвойне, втройне, но, дорогие друзья, я вам хочу сказать, что влияние Духа открывает наши глаза и помогает нам иметь этот Дух, помогает. Вопрос. И теперь вопрос к вам всем. Особенно вот, кто из молодежи меня слушает, и Полины. И две Полины, и все. Какой вопрос помогает нам открыть глаза и получить Духа? Какой вопрос? Помогает нам, чтобы открылись глаза и чтобы мы получили Духа? Вопрос или просьба? Вопрос. Может быть, просьба? Молитва. Молитва. Первый вопрос. Да, молитва. Да. Просьба. Какая? Просьба во спасение. Саша молодец. Он ищет, ищет в ответ. Молодец. Как вы думаете, какой вопрос из этих двух историй, я только иду по этим историям, из этих двух историй, который задал, подсказываю вам, пророк, помогает, чтобы открылись глаза монаши и чтобы мы получили Духа? Открой мне глаза. Хорошая мысль. Боже, открой мои глаза. Хорошая мысль. Но все-таки этот вопрос есть в Библии. Его задал пророк. Господи, пошли Духа Святого. Но это мы уже привыкли. Хорошо. Он попросил Господи, он попросил Илью, Духа, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Да. Но есть один вопрос, который говорит, что помогает нам, чтобы открылись глаза и чтобы мы получили Духа? И Бог не может нам не ответить. Вот я видел много людей, они просят Господи дать Духа, а Бог не дает. Что надо делать? Хорош. Вы очень близки. Но это из другой истории. Ну, 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 на подобии. На подобии. Вот только из двух историй. Это 4 царств 6 глава и 4 царств 2 глава, когда вознесся Илья. Вот из той истории... Ну, ладно, не буду мучить вас. Что? Правильно! Господи, где ты? Где ты? Вот это правильный вопрос. Господи, где ты? Вот если бы я Полину спросил. Полечка, где Бог? На небе. Умничка! Ой, какая ты молодец! А если бы я тебя спросил, а пойдет ли Бог с тобой и с мамой к тебе домой? Нет? Да! Мама шепчет на ушко. Бог есть в нашей квартире. Вы видите? Я вот хочу, Полечка, знаешь, что тебе попросить? Когда ты придешь домой, ты помолись, скажи, Боже, а где ты? Мама говорит, что ты в нашей квартире. А где? Где ты сидишь? Где ты спишь? Что ты кушаешь? Что ты вообще делаешь тут у нас? Друзья, я хочу задать этот вопрос каждому и себе. Боже, ты где? Вот в этой церкви, Боже, ты где? Что ты делаешь? Вот что ты делаешь? Бог скажет, я сейчас тебе говорю, а ты спишь. Я тебе говорю, а ты зависаешь где-то там в каких-то мыслях. Или я тебе говорю, и ты слушаешь меня. Молодец! Мы с тобою встречаемся. То есть, задавайте вопрос в любой ситуации. Боже, в нашем мире, охваченном этой паникой, этим страхом, где ты? Боже, в моей семье, где ты? Господи, вот пришел муж домой, что мне делать? Где? Подскажи мне. Подскажи, поведи, что ты мне говоришь. Я хочу тебя видеть и слышать. На эту просьбу Бог не может не ответить, потому что Он хочет, чтобы мы Его видели и слышали. Вот что делает Дух. Вы помните, Христос сказал ученикам, я уйду, но я пройду. Я пошлю вам Духа, и я не оставлю вас сиротами. Я приду к вам. Вы знаете, недавно я остался дома, и вот я был какое-то время сам, Изабелла Михайловна, моя госпожа пошла к деткам преподавать, Полина пошла в школу, дети там где-то учатся, еще что-то. И я вот читал, молился, и что-то я делал, а потом я сел, смотрю вот так в окно и думаю, почему-то у меня были мысли о сиротстве, сколько сирот. И я, видать, там есть одна группа у меня, где много родителей обездоленных детей. И я вот за них подумал, подумал за сирот, а потом думаю, вспомнил папу, что папы не стало, и мама только пока у меня, и думаю, вот как жизнь пролетает, вот как жизнь проходит. А что если вот, ну как бы вот, что если случится, что я один останусь? И вот у меня такие мысли были, грустноватые, я вам скажу. И я потом подумал так, встряхнул себя. Господи! Это без тебя мы как сироты. Даже когда родные рядом. Даже когда вот, вроде у меня семья большая, и мне хорошо, и не одиноко, и мамочка моя еще жива, и братья, и у меня сестра есть, и семьи, и племянников много. Но, друзья, когда у нас нет близости Бога, мы сироты в жизни. Но когда есть Бог, мы не одиноки. Мы не одиноки. Это должно нас поддерживать, потому что этот дьявол хочет забрать у нас самое важное. Он говорит, у тебя нет Бога. А заметьте, что сказал Елисей. Боже, где ты? Где Бог? И Бог говорит, я буду каждый шаг с тобой рядом. И начинается книга, Евангелие в жизни Елисея. Деяние Святого Духа в жизни Елисея. Я люблю царств читать. Я люблю опыт за опытом, как нейман исцелился, как водичку, помните, всыпал соли, и она стала здоровая. Как он накормил людей, как четыре прокаженных. Вы помните? Как женщина, а что у тебя нет ребенка? Будет! Я люблю вот эти читать истории. Как топор всплыл. Вы помните? Это такое Евангелие. Ну вот просто люблю. Это как будто я попадаю в период жизни Иисуса Христа. Потому что Елисей спросил, Боже, ты где? Бог говорит, я тебе покажу. Хотите свою историю чудес? Хотите, чтобы в вашей жизни был Бог? Давайте скажем, Господи, открой мои глаза. Но задайте этот вопрос таким образом. Боже, ты где? Ты где? Я хочу тебя слышать. Хотя бы слышать. Не надо мне картины. А если дашь, дай увидеть. Дай увидеть какой-то опыт. Увидеть охрану. Мы самые счастливые. Мы самые защищенные. Мы в безопасности, потому что мы в руках Бога. Вот о чем я сегодня хотел сказать. Христос сказал, давайте прочитаем и этим закончим нашу проповедь. Откроем Евангелие от Иоанна. И это самый сильный признак излития Духа Святого. Самый сильный. Я умолю Отца. 14 глава, 16 текст. И даст вам другого утешителя. Он назвал. Видите, как Бог, Он говорит, я утешу, я успокою, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы б знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не отставлю вас сиротами, сиротами. Приду к вам. Приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Мир не увидит. В 16 главе, он говорит, вскоре, 16 текст и дальше, вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу. Тут некоторые из учеников его сказали один другому, что это говорит он? Нам, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу. Итак, они говорили, что это говорит он вскоре, не знаем, что говорит Иисусу, разумев, что хотят спросить его, сказал им, о том ли вы спрашиваете один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, вы видите, он говорит, «Я уйду, но я приду, вы будете меня видеть». А помните, как Иисус Никодиму сказал, «Дух дышит, где он хочет, и голос его слышишь». Так бывает со всяким рожденным от кого? От Духа. Мы слышим этот голос, друзья, мы слышим его, только скажите, Господи, где ты? Это твой голос? Бог скажет, да. Я иногда обижаюсь на Бога и говорю, Господи, ты так спокойно и тихо говоришь, крикни мне. А Бог говорит, не могу, у меня другой характер. И Он тихо, но спокойно говорит, говорит. Да, 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 это голос. Но вот очень важно научиться его слышать. Я рассказывал опыт, повторю его. В один из дней я услышал голос. У меня была такая встреча, ну как бы я предполагал, что будут встречи, и Бог мне говорит, возьми великую борьбу, книгу. И я что сделал? Я взял, я подписываюсь на «Моя семья и моя здоровье», взял две этих таких газетки хорошие, они так, как газетка, журнальчик. И ушел. И у меня еще были буклеты нашего санатория «Айдар», и я думаю, может, этого хватит. А была мысль, возьми великую борьбу. И я ушел уже из дома, и опять мысль, возьми великую борьбу. Думаю, ну ладно, возвращусь. Что в народе говорят, если возвратишься? Да, говорят, плохо. А я вернулся, и мне так хорошо стало. Иду я с этой великой борьбой, взял эту книгу, думаю, Господь, мне так приятно стало. Встречаю я человека. Вы не представляете. Я с Донецка, он с Луганска. Богатый человек. Работает в госслужбе. Папа имел огромный бизнес по угольной промышленности. Брат известный по медицинской, по врачебной деятельности. Семья, он говорит, мы настолько обеспеченные были. И тут начинается война. И я, говорит, так молился во время бомбежек, как никогда тот будет молиться, кто пережил это. Я говорю, а как вы молились? Он говорит, своими словами. Я говорю, вы что-то читали из псалмов? Он говорит, нет, своими словами. Мы с ним столько поговорили о Боге, о вере, а почему это случилось? Ему пришлось и его отцу, представьте, в 60 лет, его отец уехал, просто спасая жизнь, и начал жизнь заново. Вот этот богатейший человек. И он сказал, детки, я иду осваивать новую профессию. Они говорят, папа, ты что? Ну, понятно, с угольного края. Он уехал в столицу, в Киев. Он не может там начать свой бизнес. Он все потерял, осталось все имущество, дом, не дом, а дома, правильно сказать. Все осталось. И он говорит, дети, я начинаю новую профессию, я иду учиться. И он получил права на яхты. Они говорят, папа, ну в 60 лет, ну какой из тебя капитан? Он говорит, дети, я иду учиться на капитана. И он начал осваивать совершенно новую профессию. Освоил. И он говорит, дети, приезжайте. Они говорят, папа, ты что? Да, говорит. И в общем, у него началась жизнь с нуля. И мы с ним говорили о Боге, как Бог помогает. Он говорит, не надо падать духом. А я еду, беседую, мы где-то два часа беседовали. И я беседую и радуюсь. Потому что у меня в сумке, помните, какая книга? И думаю, Господи, ты наперед видел, что будет встреча. Ты видел, что я встречусь с этим человеком. И я и радуюсь, и радуюсь. И в конечном итоге я дарю ему эту книгу. Он говорит, я вам так благодарен. Друзья, я не знаю, кто больше был благодарен. Я ему был. Я Богу благодарен. Голос его слышишь. И когда ты говоришь, Господи, где ты? Бог говорит, увидишь. В опытах. Я хочу вам предложить, давайте чаще рассказывать опыты. Может быть, вот когда мы молитвенные нужды говорим. Может, давайте начнем с опытов. Благодарить, а потом просить. Правильно? Вот такой подход должен быть к молитве. Вначале благодарить, а потом просить. Будем каждую субботу рассказывать какие-то опыты. За что мы благодарны Богу? Где мы видели Его? И это наполнит нас совершенно другим духом. Мы будем видеть, где наш Бог. А если хотим увидеть, давайте скажем, Господи, открой мои глаза. Где ты? Открой, где ты? Аминь. Спасибо.